Девушки отдыхают До семнадцати я отдала нашим драгоценным санкт-петербургцам клуб «Восток». На сцену приглашается Александр Георгиевич Тимофеев, ну и остальные уже, я думаю, они сами друг дружку будут приглашать и представлять, если это нужно, конечно, работать. Так что мое участие на этой сцене уже этим ограничится. И хочу просто обратить ваше внимание, что диски, книжечки наших замечательных мэтров находятся на бильярдном столе. Смотрите, покупайте. Здравствуйте. Ну пока народ, я тебе пару спешков вам расскажу. Речитатив Кощея Толь режим мой, то ли диета не та, Одолела ломота, ломота. Сердце старое то вовсе молчит, То по льбою пулеметность учит. Я метался по ночам сам в них свой, Я позвал к себе старуху с косой, Говорит, побольше ляжь овощей, Витаминов не хватает, Кощей. Ты, старуха, делай, делай, не стой, Жить нехлопотно, пока молодой. А когда тебе за тысячу лет, А когда цирроз, некроз, диабет, Весь пикземи от макушки до пят, И колени, как телеги, скрипят, И не хочешь, а от жизни такой, Ты запросишь-то на вечный покой. Уж как я себе Кощей не вредил, Я по минному по полю ходил, Пестициды килограммами ел, Под трубой в охлопной усидел, Ядовитый смог глотал долгий срок, Слушал на ночь металлический рок, Пил сучок, курил дурную траву, Толку нету, все живу и живу. Полно, полно, друг Кощей, не ворчи, Поезжал бы за кордон, там врачи, Ведь никто не держит здесь на цепи, Но уж коль живешь в России, терпи. Очень важно для еги Утром встать не с той ноги, Чтоб излить, как повелось, Накопившуюся злость, Чтоб и надо, и не надо Обливать Ивана ядом, Будь он грешен, будь он свят, Вечно Ваня виноват. Не дай Бог, мишенью в тире, Облак Бог в одной квартире, Ограничен пятачком, Жить Иваном дурачком. Чтоб в воде не всходит тесто, Что на кухне мало места, И чтоб свечки мало в ват, Вечно Ваня виноват. В том, что снег идет в апреле, Что дровищи отсырели, Что в ведре с утра ледок, В отношениях холодок, Что с утра читал газету, Что в печке тяги нету И не греет ни хрена, И что тянет от окна, Что забора нет удачи, Что соседка побогаче И не та сковорода, И плюешься не туда. Что опять ты где-то шлялся, Что расселся, разлешался, Что мешаешь ей пройти, Что иголку не найти. Пусть ты занят добрым делом, Пусть ты чист, Душой и телом от макушки И допят, будешь, будешь виноват. В том, что зелье не свалилось, Что метла запропастилась, Что стоптались сапоги, Что сгорели пироги, Ты виновен у иги, А ответь и маги. Очень важно для иги Утром встать не с той ноги. Пока я шел с обеда сюда, Меня два раза остановили И попросили спеть Все-таки спокойно спеть, Хоть я вчера и ее пил. Льды для нас корабли У горбушек земли Бородаты, как древние галлы Мы в другие миры Посылаем шары И от них принимаем сигналы. Только снятся мне сны, Здесь и нет лесны, Где медведи моржи До тюлени. Как кружил нас с тобой Пусть дунай-голубовый Белой ночью Среди белой сени. Спокойно, старик, Все равно ты всего Не успеешь. Спокойно, старик, Если чем-то всерьез дорожить. Люби только то, Что действительно делать умеешь. Люби только то, Без который тебе не прожить. Неужели же я Расстранжирую свой век За зарплату, Чтоб ей было пусто? Ведь не хлебом Одним только Жив человек. Я вожден С головой Увыскусство. Но я выпал И встал Словно вскопанный вдруг Дорогие, Там древесу Муриго, Если бабы красивые Ходят вокруг И в такой острове Из-за велье. Спокойно, старик, Все равно ты всего Не успеешь. Спокойно, старик, Если чем-то всерьез дорожить. Люби только то, Что действительно делать умеешь. Люби только то, Без который тебе Не прожить. Время стало сжиматься, Хватаются все Книги, музыка, Живопись, Петь. Не попить, не попеть, Не успеть, не успеть. Отзывал глава, Город лестный. Но природу себе Невозможно изжить. И пока Не поставили к стенке Все равно я, наверное, Буду любить Ваши губы, Глаза и Каленки. Спокойно, старик, Все равно ты всего Не успеешь. Спокойно, старик, Если чем-то всерьез дорожить. Люби только то, Что действительно делать умеешь. Люби только то, Без который тебе Не прожить. Спокойно, старик, Все равно ты всего Не успеешь. Спокойно, старик, Если чем-то всерьез дорожить. Люби только то, Что действительно делать умеешь. Люби только то, Без который тебе Не прожить. АПЛОДИСМЕНТЫ Не успеешь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сибири, тебе нормально? Нет, ну да, что. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот такая немножко Более голосная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Возле прибрежных их Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А мне говорят, она нет, не доступен. Это его файл. Стихи о женском и постоянном. Все будет, теплые дожди, Цветущие поля и солнца луч, Ты только жди, так думала земля. Холодный дождик лил и лил На грудь ее с тех пор, С тех пор, как землю оголил Осенний листодер. Смотрела небо на нее Глазами ранних вдов, Истыли вены рек ее От ранних холодов. И град терзал, и гололед, И будто целый век Клубился мрак над ней. И вот на землю выпал снег. Раскинул белый свой халат, И показалось ей, да, он слегка холодноват, Но все ж под ним теплей. А снег земле шептал свое, Как хорошо вдвоем, И ночью падал на нее, А иногда и днем. А как-то раз, к исходу дня, Неверен, зыбок, пьян, Ложбины все заполоня, На землю пал туман. Пришел туман, и снег осел. Она решила так, Он как-то быстро облысел, И как-то весь обмяк. Да, снег он много дней подряд Был рядом, что с того, И отвечала не в попад На реплике его. И мнилось ей, чего ты ждешь? Обман, один обман. Был снег, был град, был дождь. Ну что ж, пусть бурит и туман. Огни светлели, Солнце луч был ласковый пригож, И, наконец, из грозных туч Пролился теплый дождь. Гроза неслась, Ее копье пронзало небеса, Уже, казалось, гром ее достиг Созвездия пса. И этот гром, этот дождь Был эхом сладких снов, И соприсала землю дрожь До самых дождь снов. Она лежала, разомлев, Вся в травах и цветах, И вспоминала первый снег, Но дождь, но дождь, Ах, ах! Браво! Так, Пора песни. Так, ну вот маленькое стихотворение для совсем молодых девушек. Ну, по-моему, я уже где-то его рассказывал, но ничего. Сегодня, по-моему, и народу чуть побольше, и состав другой. Ах, мама, ах, мама, со мной случилось такое, хоть пой, хоть кричи. Ах, мама, я, кажется, страшно влюбилась в кота, что живет на печи. Он, мама, пушистый, он, мама, веселый, и глаз у него голубой, и хвост у него непротивный и голый, как наша мамаша с тобой. Он пел про чудесные бургеры-пиццу, он пел про мою красоту. Он, мама, на мне обещает жениться, когда я чуть-чуть подрасту. Ах, дочка, и я была круглую дурой, глупее и упрямее осла. И не дорожил я собственной шкурой, лишь случаем шкурку спасла. Не ест он мерзавец, ни бургер, ни пиццу. Твой кот мышиеджевоглот. А что до мышей, даже слон нас боится, но только до чурка не кот. До времени песенки петь буретоном для мышек глупышек готов. Рассказывать сказки таким вот воронам о чурких и добрых котов. До времени прячет он острые когти, читает стихи наизусть. А как подостешь, цап-царап и проглотит. А мышка сказала, и пусть. По-моему, стихи вам больше, чем песни. Чуть-чуть, понимаешь? Чтоб меня хоть глаза на рот видела. Потом в свой период. Как сирень к концу благоухала, И какой в ней была страсть, Будьте тебя женщина ласкала, У которой жизнь не удалась. Будьте тебя женщина ласкала, У которой жизнь не удалась. То есть, вон, не так голодный, Будто бы не лучше его расстелить. Вопреки пословицей народной, Нам с тобою есть чего терять. Вопреки пословицей народной, Нам с тобою есть чего терять. Ведь прочиться дремечком, как птица, Привратиться в прошлый этап, И уже к тебе не возвратиться, Не вернется больше никогда. И мелькнет нам солнце луч последний, Вот уже на небе не мешало. Скоро облетит цветов сиреней, Подный и последний красава. Скоро облетит цветов сиреней, Подный и последний красава. А пока милые мне милые речи, Эти плечи этот нежный стан, Объяви меня сиреней за плечи, Ароматом дивным одармань. Объяви меня сиреней за плечи, Ароматом дивным одармань. Как сирень танцую плод ухала, И какая мне полная страсть, Будьте тебя женщина воскала, У которой жизнь не удалась. А будь ты тебя женщина воскала, У которой жизнь не удалась. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Труба трубит Прощай, марш, другому ты свою любовь Отдашь, отдашь, да время золото угореть Струится дым, сдувают трубы кленов медь И медь гребен, да время золото угореть Струится дым, сдувают трубы кленов медь И медь гребен, да ветер мне гребен и грозь Сорни и брось, судим Господь нам жить не в рот И медь гребен, да время золото угореть И медь гребен, да время золото угореть А жизнь с другим Золото, кружево, лужами, лужами Ветер простуженный ветком звезди Нужно мне суженный, чтоб завьюжило Чтобы пути не найти Нужно мне суженный, чтоб завьюжило Чтобы пути не найти Золото, кружево, лужами, лужами Где-то как акация цветет Где море белый пароход Где так влюбляется легко Есть место в мире ... Там щехитание лёгких тах Течет рознички в кустах Там пролетали наши гни Где светлычков горят огни Где пищей был в окне любовь Там голубая глубина, там солнце вспомнило, Венера. Следы размыло с него, нас к дружию несло, Но умеру твоих теплов, а в моей камень, Где открывал впервые я, Твои холмы, твои поля, и где качалась земля под нами. И скажет ангел с высоты, что у меня попросишь ты, Пусть никогда ты и не думал о награде, Чтоб отправлялись в дальний путь. Одну один молодость вернусь, скажу, верните Бога ради, Гоньте ади. Чтоб отправлялись в дальний путь, Одну один молодость вернусь, скажу, верните Бога ради, Гоньте ади. Гонтаке Гонат И вот уже пора остановиться, потому что за мной еще два гиганта будут. Ух, вадим, я спал. Да, ну, все-таки я хочу, здесь все-таки довольно много мужчин, но и женщины могли бы поддержать. Значит, как-то Городницкий как-то сказал, что неприлично быть бардом и не иметь песни о пиратах. Ну, вот одна у меня давно уже песня написана, а вторая, ну, там года два, наверное, тому назад. Но вы ее не слышали. Мой предок был пират, и люди говорят. Да, я забыл сказать, что когда я произнесу, что грустим соколики, хорошо мужчины бы грубыми пиратскими голосами подпели, а мы и не грустим. Мой предок был пират, и люди говорят, что плавал он самим флитом. Напомнил свой причал, мамашу намещал и элли выпивал. А отчим старый пират, да я жестоко пил, чтоб я его сгубил об море. Но я в пятнадцать лет пошел ему во след, и вот уже хватил в горе. Что ушли ребяшки из родимых ад, рваная теньяшка, да настолько шла. Что русским соколики, а мы и не грустим, и родился Боренький, и умрешь один. И рада ждет успех, тогда один за всех, иначе будет всем. Но туго, она пойдет, делешь, здесь мой товарищ нож, другого не найдешь. Друга, удача третца, но если нет ума, доверишься с ума забродом. И пусть добыча ума, но если нет ума, достанется с ума сбродом. Что ушли ребяшки из родимых мест, рваная теньяшка, да нательный крест. Что русским соколики, а мы и не грустим, и родился Боренький, и умрешь два хима. Коль бы был мне билет прожить немного лет, Бессмысленно иметь сфороны. В нашем ремесле жизнь каплю на весле, Так что же их жалеть, кровопрогие. Готовный путь по жду найдешь на ленту, Где ж тут тебя давно, как морские люди. Там, где сутые плен, опустошись в карман, красавицы, но гости. Там, где сутые плен, опустошись в карман, красавицы, но гости. Что ж, ребяшки из родимых мест, рваная теньяшка, да нательный крест. Что русским соколики, а мы и не грустим, и родился Боренький, и умрешь два хима. У смерти много жал, кого достал кинжал, А кто не избежал, дыбый, Кто шпагой убит, а кто волною смыт, И кто достался кит, прыгай, А добрый старый вилл, грехов подмогопил, Самую тяжелил, ревел. Я в Гаврском морду, был схвачен по утру, И тоже на ветру, ревел. Я в Гаврском морду, был схвачен по утру, И тоже на ветру, ревел. Что ж, ребяшки из родимых, Клады теньяшка, да мать подошла, Что русским соколики, а мы и не грустим, И родился Бореньким, и умрешь два хима. Что ж, ребяшки из родимых мест, Клады теньяшка на теньяшке, да мать подошла, Что русским соколики, а мы и не грустим, И родился Бореньким, и умрешь два хима. Ну что ж, продолжим наши, можно сказать, клубные выступления. Два управляющих, так сказать, меня с двух сторон человека Являются классиками, рано авторской песни, в прямом смысле. А я являюсь уже, наверное, следующим поколением, Поэтому я буду в традициях нашего марафона бардовской классики Петь именно чужие песни, А свои будут уже потом в концерте, Которые мы отдельно потом покажем. Ну, совершенно замечательный автор, Которого, наверное, нет человек, Который все-таки из вот такого Таши поколения, кто никого, Кто не знал бы Юрия Алексеевича Кукина. И, наверное, начнем мы с песни, Которую он сам считал одной из своих самых главных песен. Тем более, что здесь, в горах. Горы далекие, горы туманные горы, И улетающий, и умирающий снег. Если вы помните, где-то есть город, Город. Если вы знаете, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек, и слова поперек. Из разговоров они признают только споры, И никуда не выходит оттуда дорога. Вместо домов у людей в этом городе небо, Руки любимых у них вместо квартир. Я никогда в этом городе небо не был, Не был. Я все ищу, и никак не его найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, вина хорошее пьет. Женские волосы, женские волосы пьются. И неустроенность им заменяет уют. Я иногда проходил через этот город, Мне бы увидеть, а я его не замечал. И за молчанием, и за разговором, Ура, шел я по городу, выйдя и не повстречал. Поезда мне, поезда мне не доехать, И с самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом. Но он я найду, я хочу, и мне надо хотеть. Конечно, замечательным, еще одним из замечательных совершенно авторов Ленинградской группы, Вот этой, которая сформировалась в свое время В клубе «Восток» в 60-е годы, Был Евгений Сакович Клячкин. Его песни полны великолепных образов, Полны великолепных образов, Причем не только поэтических, но и музыкальных. Недаром Шнитке так высоко оценил его музыку, Недаром многие вообще говорили о том, Что это действительно, Может, ему и тесновато просто с гитарой. Но когда мы, недавно, вот тут у нас был Вечер памяти Евгения Саковича Клячкина, И вот Алла Левитана подготовила, Кроме других записей, Еще и записи самого Евгения Саковича, Там вот меня совершенно поразила Одна фраза, Я этот ролик тогда увидел прямо на концерте, Когда вел его, И Евгений Сакович представлял свои песни На стихи Иосифа Бродского. Вот песни. И он сказал, что удивительные для меня вещи, Которые где-то в глубине, Когда-то я, в общем, тоже в такую сторону, Может быть, думал, А он как-то это четко сформулировал, Он сказал, что, вот вы знаете, Бродский, когда читает стихи, У него есть своя мелодия чтения. Не мелодия пения, а мелодия чтения. И эта мелодия у него вот, Ну, все слышали, как Бродский читает. И я вот попытался создать что-то подобное, Но все-таки, мне кажется, Мелодия Бродского лучше, он сказал. Это, ну, это совершенно удивительно, Потому что, по сути, Евгений Сакович ставит на одну плоскость, На две чаши весов или на одну плоскость, И интонацию, Интонацию, как бы, Человеческую, актерскую, Там разговорную, И интонацию музыкальную. И не разделяет их, по сути, В нашем жанре, ну, как Акуджава говорил, Что вообще в нашем жанре Очень важна не просто слова, Не просто музыка авторская, Ну, или исполнительская, естественно, Интонация, Которая имеет в нем, может быть, Тоже иногда Очень, очень большое значение. В общем, Евгений Сакович, На мой взгляд, Очень тонко к этому, Ко всему относился. Одна из самых любимых его песен, Всеми самых любимых, Мокрый вальс. И очень такая ленинградская. Как непрочной двери в гуру Страны доверия для того, Кто верит только в замки, Значит, неизбежно гасит Нашу нежность, Нашу нежность, Те же с чьей-то руки. Что нас больше учит время Или случай вряд ли важно, Если даже поймешь. Но когда нас давит сон, Страшнее я и выйди Ночью под мерцающий дождь. Все надежды слышишь он, Тебе надышит дождь, Бессонный, Шелестящий в ночи, Плеск овации в зале Или губка санье, Губка санье, Нужно в нем различить. И пока над нами Голубое пламя неизвестное, Нас смоняющий звезды, Будет как и прежде Сердце греть Надежда унося Нас далеко от беды. Субтитры создавал DimaTorzok Двери как непрочные, Двери как непрочные, Двери как непрочные. Несмотря на то, что Валентин Иванович скоро выйдет на сцену, Я все-таки возьму на себя Такую смелость, да. Одна из моих любимых песен Валентин Иванович Пихарева Называется «На дочерью». Из-под ног кузнечики С лягушатами Я крики по тропочке босеку, А за сортью поля с хлебами с жатыми Да на Савкиной горе Часовинка с крестом Да на Савкиной горе Часовинка с крестом Я беру с твоих ладоней Земляничные дары, А под нами речка сороть Огибает две горы. Здесь когда-то твое детство Проложило в русах след, Ты смотри, как незаменно Пролетело столько лет. Ты смотри, как незаменно Пролетело столько лет. Поднимаюсь косогором, Травы в пояс над рекой, Я присел, смотрю за сороть, Заслонив глаза рукой Твое к солнцу по дороге, Даже в строку, что за черт. Вижу молодость уходит Через мост за поворот. Обернулись, помахали И исчезли за жнипьем Наши прожитые годы Лишь по детям узнаем, Что лукавить жизнь проходит И подходит к рубежу. А пока что я в ромашках У Тригорского лежу. А пока что я в ромашках У Тригорского лежу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 1985 год, сентябрь. Книги Ивана Тимбановича значатся. Ну, я сейчас вам хочу Еще одного автора Нашего Ленинградского Петербургского Показать. Может быть, его песни, Как я уже говорил не раз, Не очень хорошо известны. Любитель Барновского круга, Потому что он был человек Исключительно театральный. Всю жизнь проработал в БДТ. Еще при Товстоногове. Тогда гитаристом, композитором, Артистом ансамбля Выходил на сцену. Выходил на сцену и в костюмах Некоторых спектаклях Товстоногова. Тогда театр наш в БДТ Объездил, собственно, Весь мир вообще. И вот это было уделом Это было тоже уделом Юрия Алексеевича Смирнова. Он автор замечательной гитарной музыки. У нас в Питере проходит конкурс Имени Юрия Алексеевича Смирнова, На котором он в последние Свои годы жизни Сам был председателем жюри. Такое вообще редко бывает. Но вот так вот. И автор замечательных баллад, песен. Значит, Наверное, мы Да. С Пастернаком начнем. Я хотел бы спеть просто Несколько его песен. Потому что они Не очень хорошо известны. Мне кажется, что они не заслужены. Мело, мело, Во всей земле, Во все пределы Свеча горела на столе, Свеча горела, На озаренный потолок ложились тени, С крещеньем рук. С крещеньем рук, Судьбы скрещенья, Судьбы скрещенья. И падали два башмачка со стуком на пол И воск слезами с ночника на платье капал И все терялось в снежной мгле седрой белой Свеча грела на столе Свеча грела На свечку дула из угла и жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла крестообразна В него весь месяц в феврале и то и дело Свеча грела на столе Свеча грела Свеча грела Свеча грела на столе Свеча грела на столе Аплодисменты Казачьи народные стихи Ты скажи мне, сестра, чья это сабля у тебя на стене висела? Ты послушай, родный брат, ой, ты послушай, родный брат, Это месяц на закат вышел серебряный. Ты скажи ко мне, сестра, ой, ты скажи ко мне, сестра, А чей-то голос у тебя ночью расставался? Ой, ты послушай, родный брат, ой, ты послушай, родный брат, Это струны на разлад, на гитаре я вечер играла. Ты скажи ко мне, сестра, ой, ты скажи ко мне, сестра, Ой, не пора, ведь я не пора замуж собираться. Ты послушай, родный брат, ой, ты послушай, родный брат, Дай пожить мне погулять, дай покрасоваться. Дай пожить мне погулять, дай покрасоваться. Денис Рубцовский, совершенно замечательный цикл. Но вот на стихе Роберта Бернса я его песню спою. Обычно мы и дуэтом, но сейчас попробуем. Пробираясь до калитки, колем вдоль межи, Очень холодно девчонки бьет девчонку в дрожь, Замочила все юбчонки и девчонки через рожь. Очень холодно девчонки бьет девчонку в дрожь, Замочила все юбчонки и девчонки через рожь. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, И кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И какая нам забота, если у межи Целовался с кем-то кто-то вечером воржи? И какая нам забота, если у межи Целовался с кем-то кто-то вечером воржи, Пробираясь до калитки, полем вдоль межи, Пробираясь до калитки, полем вдоль межи, Пробираясь до калитки. Спасибо. Спасибо. Ну и вот, знаете, хотя у нас марафон бардовской классики, мне хотелось бы еще одну песню спеть у более молодого автора, он скорее, так сказать, не ровесник где-то приблизительный, я так точно не могу сказать, но приблизительно. Это наш петербургский автор Александр Лепехин. Ну, знаете, как-то вот песни классиков наших, конечно, это всеобщее достояние, но эта песня, я заметил, вот, она как-то очень хорошо идет на рот после каждого концерта, когда ее приходят спеть, и люди спрашивают, где взять, где слова давайте, и все такое. Ну, кстати, про эту песню Александр Городницкий написал, когда он писал такое предисловие к диску Александра Лепехина, он написал, что вот если вы читаете, что авторская песня умерла, послушайте петербургскую княжну Лепехина. Петербургская княжна. Петербургская княжна. Петербургская княжна. Петербургская княжна. Зимой петербургская княжна Золотой косой Буду реять на ветру Журавлёв в окне Если только не умру От любви княжне Буду реять на ветру Журавлёв в окне Если только не умру От любви княжне А проснусь, услышу смех У своих лирей Ведь по всей России снег И метёт метель Двери снегом заметёт До самих окон И подумает народ Может умер он Двери снегом заметёт До самих окон И подумает народ Может умер он Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое Ну и закончу я песней, которая Принадлежит нашему замечательному Ленинградскому тоже автору Борису Александровичу Алмазову Это совершенно выдающийся человек Писатель, автор песен, поэт Автор многих-многих-многих телепередач Кстати, которые сейчас по Союзу идут И по многим другим В интернете вы можете найти его Совершенно блистательные Видеорассказы о песнях Которые они делают вместе с нашим Петербургским Хорошим Исполнителем песен Славой Вахратимовым Это его рассказы о песнях Об истории их создания О музыке И вообще очень о многом Борис Алмазов Очень вам рекомендую Посмотрите Потому что это необыкновенный Яркий, интересный материал Блестящий, совершенно Рассказанный, изложенный Он вообще потомственный казак Хотя большую часть жизни Он прожил в Петербурге Но предки у него с Дона И эта тема казачья у него Конечно проявляется В творчестве всегда Мы с ним делали три передачи Он много об этом рассказывал В Петербургском радио Я спою одну из самых Известных его песен Называется она Ива При дороге При дороге Ветер При дороге Ивы При дороге Ветер Ивы Наклоняя А где-то А где-то Дорога А где-то Деревья Ох, да я не помню Ох, да я не знаю Только помню Только помню Ветер Только помню Ивы Только помню Ветер Ивы Наклоняя Ветер Только помню Голос Мамы Моей Милой Мне Казачью Песню Тихо Напевает Потерял я Веру Я любовь Всеряю И одна Надежда В песне Твой живет Что я их Запомнил Что я их Узнаю Если Эта Дорога К Дому Приведет При Дороге Ветер При Дороге При Дороге Ветер И Наклоняя Дороге А где Та Дорога А где Та Деревья Ох Да я Не помню Ох Да я Не знаю Дорога Я Дорога Дорога А теперь Смотрите что Дорога Сгибаемся Подбородок Кладем Плечи Опускаем А теперь Вдох носом Вдохнули Выдохнули Медленно И Недлично Ножем Вдохнули И Медленно Руки на колени Положили Слева направо Покачались Раз Два Три Четыре Вдох и вылез. Ладошки здесь. Позвольте. А, ручной? Да. Мы не представили нашего друга Сережу Ильина. Это председатель клуба гитаристов города Санкт-Петербург. Мало того, что он композитор, в понимании другого слова, композиторства. А он еще снизошел до авторской песни и тоже стал тут композитором. Сереженька, исполни, пожалуйста, песенку про яблоки. Яблоки? Вчера отпели. Нет? Многие не слышали. По крайней мере, я не слышал. Позвольте, пожалуйста. Я ее, я ее, я ее всегда, конечно, пою с огромным удовольствием. Да, на каждом фестивале потом еще, да, говорят, вот в прошлом году песни пели. И так выступает перед вами заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Песня, как вы понимаете, это на стихи Валентина Ивановича. Одна из моих любимых песен. Называется «Яблоки». Песня, как вы понимаете, это на стихи Валентина Ивановича. Песня, как вы понимаете, это на стихи Валентина Ивановича. Песня, как вы понимаете, это на стихи Валентина Ивановича. Песня, как вы понимаете, это на стихи Валентина Ивановича. Песня, как вы понимаете, это на стихи Валентина Ивановича. Песня, как вы думаете, это на стихи Валентина Ивановича. Золотым октябрём Будем яблоки печь, Что в саду соберём. Непреложную истину Как бы мне не забыть, Если верить во истину, Значит, так дам, увы. Не печалься, не сетуй, Всё вернётся опять. Будут яблони цветом Птиц весною встречать. Не печалься, не сетуй, Всё вернётся опять. Будут яблони цветом Птиц весною встречать. Спасибо, Северный Кирилл. Спасибо большое. А я тогда обязан совершенно сказать, Что вообще перед вами вступает, Как уже сказали на открытии, Заслуженные деятели искусства Республики Северной Осетии Алани. Матин Иванович Лихарев – лауреат царско-сельской премии И многих других разных наград, Которые у вас действительно совершенно заслуженные. Матин Иванович Лихарь, За лугой, за лугой, луга заряды, А мне вспоминаются годы, И ты над речкой стерила Костра, сизый дым, когда ж это было, Я был молодым над речкой стерила Костра, сизый дым, когда ж это было, Я был молодым. Вот так же крещали поленья в костре, Мы осень встречали на речке сестре, Терпко и сладко пахла травой, Стояла палатка над самой водой. Мы были довольны Баризентовой крыжей, А помнишь веселье, В осени рыжей росу, В паутине, в березовой рощи, Из стаи бутины, размашистой рощи, За лугой, за лугой, за лугой, За лугой, за лугой, за лугой, А мне вспоминаются воды и лыд, Облако плыло над сонной водой. Давно это было, я был молодой. Облако плыло над сонной водой, Давно это было, я был молодой. А с чего все начиналось? Ну вот, гитаристы, они грамотные все ребята, Вот я посидел сегодня, послушал всех, Кто выступал, они так шустро по этому глифу Ползают, не ползают, а летают. И такую массу всяких аккордов сложных знают. При исполнении одной песни Используется до 16 аккордов, я подсчитал. А у меня начиналось, ребята, все по-другому. Первая песня, которую я написал, Она была на двух аккордах. Это... Ми... Семь... Да? И... А... А... М... М... Вот на двух аккордах написано, написано. Представьте себе, сентябрь месяц, Необитаемый у вас труп. Но он обитаемый, но необитаемый. Палатка. По палатке шелестит дождь. Вот сегодня, если кто живет в корпусе, Там, если открывает ночью, Слышно, как дождь шелестит. Но это не тот шелест по железу. А вот, когда шелестит по резентовам, по... По лобу... Или по лобу... По лобу... По лобу... По лобу... По лобу... Ну, не важно. Давай пошелестим. Ну, еще туда, потом... Да. Потом, по ходу дела, там должна быть кукушечка. Ближе. Нормально. Поехали. Три четверти. Старый сказочник дождь шелестит Над палаточным нашим жильем. Сосны, вереск, вода, да гранит Мы в натуре саре живем. Город руки разжал и ушли Не подмокли бы лишь соли да табак. И живем здесь, как короли. Ни забот, ни проблем, просто так. А здесь стук, да пора замер стул. Грохнет выстрел полдня вспоминать. Я беру у березбересту, Чтобы строчку стиха записать. По водорам нам кукушечий крик Ворожит лет на сотню вперед. И лучей наш задучивый крик Песню девочку лесом ведет. Ох, кукушка, не то выражишь Под текучую песню ручья. Лучше ты расскажи, подскажи Сколько раз еще слушать тебя. Спасибо. Аплодисменты Моего друга Александра Георгиевича Тимофеева, с которым мы знакомы. Я не помню, сколько лет, честно говоря. Много. Он еще когда-то учился в Академии художеств. И у него дипломная работа была. Рещик по ней была. Большущее полотно 2,5 на 3 метра, по-моему. Но, короче говоря, ему нужна была фактура древесины. А он такой привилетливый в этом положении. Не только в этом. Вообще человек привилетливый очень мой, Александр Георгиевич. И он уговорил меня поехать в Кижи. Кто из вас был в Кижи? Есть. Помните, да? Это великолепные места. Переладное. Любописное заповедение. Такое деревянное зодчество. А? Ему нужна была фактура древесины. Он нашел захудалую баньку в деревенье. Которая там существует на этом Кижском острове. И уперся мольбертом прямо в самую стенку. И выписывал вот эти сучечки. Думаете, сколько выписывал? Ни час, ни два. Несколько дней выписывал. Ты говоришь, четыре дня. Я пришел к нему. Говорю, Сталя, что ты делаешь? Ну ты смотри, какая природа. Где вокруг Кижи. Север. Наше любимое место. Он говорит, уйди отсюда. Лучше напиши какую-нибудь песню. Я ушел. Летером мы с ним сидим у костера. Как она начинается? Октябрь месяц. А года была не звучит сниз. Листопадный. А бодает лист. А бодает лист. А бодает лист. А бодает лист. А бодает лист орешника. А бодает лист. А бодает лист. Листопадный. А бодает лист. А теперь, как кособочица, А говорят, что старина, А нам с чумой выпить хочется, Подогрета водина, А подай-то не стареешь, как, А вот еще в половине Уйдет в балку к леншему, Лучше идем в магазин, А подай-то не стареешь, как, Нам теперь все равно. У огня сидят погрешника, В катюке кипит вино, А подай-то не стареешь, как, Нам теперь все равно. У огня сидят погрешника, В руках стопочки дрожат. Тема близка, тема близка. Шумер рассказывал по поводу того, что Нужно иметь песню пиратскую обязательно Каждому автору. Восстановительные песни, да? Саша говорил, Городницкий, да? Городницкий говорил. Кстати, ему большой привет. Я вчера с ним разговаривал. Он всему фестивалю нашему передавал. Большой привет от Сесаря Городницкого, Который сейчас на поиске Германии. АПЛОДИСМЕНТЫ И... Мы же с ним больше по лесу шествовали, Не помолять. А он фантазер написал, конечно, здорово там, Про Пилатов и прочее. Но... Мы-то совершенно... Ходили по замежке. В течение трех дней, В октябре месяце, Ни одного гриба не нашли. Ни то, что белого. В принципе, не нашли. Такого не могло быть вообще в Зоонежье у нас. Поэтому мы распевать начинаем вот такую песню. Какие-то еще диезы существуют. Как начинается? Ну, как-то... Потеряли мы на хальство... Потеряли мы... Потеряли мы... Нет... Давай... Потеряли мы на хальство... Потеряли мы на хальство... Астахарскому неудачу... А вот и вечную удачу... За добычей по лесам... Речь нам нашим на ушке... Наша жизнь не за панюшку... Потерявши черепушку... Плачь, что полоса... А ведь опять же мы на ушке... Наша жизнь не за панюшку... Потерявши черепушку... Плачь, что полоса... Ну, а уж кого прихватим... О-хо-хо... Наверху вы виноватим... Только женщин тех на кровати... Плачь вешает в носу... Раступить с полки елки... О-хо-хо... А мы выходим на панамонку... О-хо-хо... Кое-кому нам будет в гоху... О-хо-хо... Нынче все нам сходит в суд... Раступить с полки елки... О-хо-хо... Мы выходим на панамонку... Кое-кому нам будет в гоху... О-хо-хо... Нынче все нам сходит в суд... Жать добычу измельчало... О-хо-хо... Все украине вместо сала... О-хо-хо... В кошельках метла ломало... О-хо-хо-хо... О-хо-хо... 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 Эй, что ж ты работа... О-хо-хо... Ох-хо-хо... Так в ратью охота... О-хо-хо... Хоть прогреться в меня... О-хо-хо... О-хо-хо... О-хо! Добро! О-хо-хо... О-хо-хо... Так что, о чём с нами? О чём с нами? Есть такая тональность, называется «Элиминот». Да, спокойно, конечно, споём. Не споём, не споём. Просто покажем. Нет, не покажем. Но познакомим. Познакомим с песней, которая написана «Элиминот». Можно, она называется «Сказка». Сказка, ребята. Сказку придумай, мне расскажи. Буду доверяющим, поверю всему. В синей короне, где-то ворши. Солнцем в огни луку лето лежит. Пыль или нет, хмель по голове. А закрыл глаза, чудится мне. Июля разметался, сонный троек. Губами касаясь, с муглых колен. Песни ли в поле, а может быть, стон. В солнечных пальцах Волосы плён. К телу под ветром Платьится ли льёт, Были ли не были, Но кто разберёт. Осень седая Идёт на пролом Как бы играли Задела крылом Срезанный коз Лежит, умежит Сказку-то не думай Мне Расскажи Спасибо Валентин Иванович Валентин Иванович Кому же попросить Беги Лесни Мы пойдём с тобой В лес по ягодам Я тоже У меня не с кем петь Пойдём с тобой Вы хорошо пели один В лес по ягодам Ручку Да Мы пойдём с тобой В лес по ягодам В лес по ягодам Только я, да ты Есть в лесу моём Заповеденка Над глухим лучьём Запах ельника Запах ельника Запах ельника Да Турман кровы Схоронит И нас От людской Маловы И несмешный рост с веселой головой Кладет солнышко плечи голые С великою косы спутаны Глубы с яблоками перепутаны Говоришь неверный, милый мой Постой, ванилая поясок Сладкую ягоду всю рассыпала Глубы с яблоками 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 Глуб creating Такой мужчина Мы не успели с ним познакомиться К сожалению Я просто был занят Он сказал,что он в 55 лет с этой песней знаком Другой, он даже говорили, не знаю, верите ли не верю, что он живет этой песне больше 55 лет. В советских островах дожди, дожди, но как расскажешь на славу, как ее дожди, в конверт письма не уложить, ветра шторма. Нет, надо просто здесь пожить, ты приезжай сама, в конверт письма не уложить, ветра шторма. Нет, надо просто здесь пожить, ты приезжай сама, что с того, что холода. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 к нашим уже рабочим обязанностям, я обращаюсь к нашим гостям, к нашим жюри и к нашим потенциальным участникам, то есть я имею в виду конкурсантов, да? Сегодня в 8 часов после ужина я жду всех вас у нас в оргкомитете, вы все в гостиной у меня были, знаете, да, где это находится, чтобы мы расписали все дальнейшие наши мастерские и концерты наших мастеров, потому что у нас вот еще Олег Марчук сегодня подъехал, в пути у нас наш Донецк, Новошахтинск, Виктор Гавриленко, Леша Бешуля, то есть у нас еще, в общем-то, еще не все сборы, вот. И сегодня вечером, в общем-то, мы все это, я имею в виду зрителей, кто здесь остается, будет вывешено полное расписание уже, где, когда, кто, что будет, какой мастер-класс проводить и какие у нас будут концерты. Но мне нужно просто это, чтобы мы все коллегиально все это расписали и решили, чтобы всем было удобно, чтобы все знали, в какой день, в какую мастерскую они идут или они идут везде или везде, ну, как говорится. То есть я вас приглашаю к себе сегодня после ужина в 8 часов. Единственная просьба – не опаздывать, да, чтобы мы за полчасика решили все наши вопросики и уже отдыхали, потому что эти два дня были очень напряженные, очень бурные, и надо немножечко так выдохнуть. Согласны, да? Ну, сейчас отдыхаем, вовремя приходим на ужин, а 8 часов я вас жду всех у себя. Спасибо. 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 Спасибо.